Гейн Вервайтер Экспрессивно-стилитические аспекты перевода Стиль и экспрессия в языке Переводческая деятельность связана с разными по стилю, текстами и оригиналами Одним из самых интересных аспектов теории перевода Проблема передачи стилитических приемов языка На сегодняшний день данный аспект недостаточно разработан И продолжает привлекать влияние лингвистов, теоретиков и практиков Лингвистическую сущность стиля раскрывает следующее определение Силе – это общественно осознанная и функционально обусловленная Внутренняя объединенная совокупность приемов и потребления В сфере общенародного и общенационального языка Отсюда следующее, что адекватный перевод невозможен Без учета стилитических особенностей Кроме стилитических переводчик должен учесть Экспрессивную сторону подлинника Суть экспрессии – передача отношений отправителя К порождаемому им тексту и стремлению Получается ли текст разделить эту точку зрения Передать чувства, состояние, переживания автора При переводе вовсе нелегко Для этого недостаточно обладать большим словарным запасом Хотя это и играет немаловажную роль Важно уметь распознать экспрессию в переводимом тексте Переводчик иногда намеренно прибегает к использованию стилитических приемов Для придания большей выразительности эмоциональности создаваемому тексту Перевод метафор, метоним, сравнение, аллюзия Заставляет переводчика отнестись к работе очень вдумчиво Отметим, что проблемы перевода в экспрессии Ставят в тупик не только начинающих, но и профессиональных переводчиков В различных ситуациях общения мы выбираем слова различного стилистического статуса Есть стилистические нейтральные слова, которые подходят для любой ситуации Есть книжные слова bookish, например, в поэзии Есть слова разговорные, использованные в неофициальном повседневном общении Поэтому при переводе важно определить стилистическую принадлежность слова Но это лишь полдела Надо найти в русском языке слово, соответствующее переводимым не только по смыслу, но и по стилю Слова со схожей тематикой в двух языках могут иметь тождественное эстит, скакун, офор, сейт, вышеозначенный фанк, трусить, нисходный, сламбер, сон, морн, утро, чувствовать менять, стилистические коннотации Например, для перевода hoy, the grab в русском языке нет слова, стилистический адекватный, стилистический, английскому разговорному слову grab Существуют лишь нейтральные варианты перевода еда, пища, грубые синонимы, жратва, хавка, шамовка Переводчик должен попытаться сохранить стилистический статус оригинального текста Используя эквиваленты того же стиля, если это не дается, то надо подыскать стилистические нейтральные слова-обороты Стилистический эффект текста достигается с помощью специальных стилистических средств, а также с помощью обыгрывания значений слов в соответствующем контексте True love – истинная настоящая любовь Nекоторые стилистически маркированные слова-обороты в сочетании слов, извоимственные из классических источников, таких как мифы, библия Зачастую имеют в разных языках постоянные кавалеты The three sisters – богини судьбы The prince of darkness – принц тьмы Iron Duke – герцог Веллингтон Как создается стилистический эффект? Для этого используются стилистические приемы, стилистические окрашенные средства Стилистические приемы Стилистический прием является эксклюзивным средством, в тучность которого заключается в воспроизведении характерных черт пословиц, выражений какой-то обобщенной идеи К стилистическим приемам, выражающим экспрессию, относятся метафора, аллюзии, цитаты, крылатые выражения, пословицы, остановимся на некоторых из них Метафора Перенесение свойства одного предмета, явления на другого, на основании общего и исходного для обоих признаков Говор – волн Бронза – мускулов Амати – фортец из алгат Метафорические образы, характерные для английского языка, нередко отсутствуют в русском и наоборот Поэтому прямой перенос метафор из русского текста в английский и из английского в русский Не всегда возможно возникать необходимой замене одного образа на другой Социальный фактор стал тормозным на пути решения проблем Игра слов – каламбур При передаче игры слов используем пословный перевод Если в русском языке есть такие же заменители Он сказал, что он глава пажей Какая же ты глава, ты одна строчка, сказал я ему Аллюзия – стилическая фигура, намек посредством сходно звучащего слова Или посредством упоминания общеизвестного реального факта Истатического события литературного произведения Для перевода аллюзии сперва надо обнаружить ее источник Определяя ассоциации, которым он может вызвать А затем следует решить, известен ли этот источник всем получателям информации А литерации – повторение однотипных согласных, передающие литературный текст Обычно стиху особую звуковую и интенсионную выразительность Шипение пенистых баталов и пуншу пламень голубой Пушкин Кока-кола из кока-кола Зевма – прием, к которому одно и то же слово употребляется в предложении в различных значениях В русском языке такое употребление, противоречившее литературной норме, если не используется как стилистический прием Шли три студента, один в кино, другой в сером костюме, а третий в хорошем настроении Оксюморансический прием Шонхайт Не разный Противоположное сочетание Или Теплый снег Ксизический прием Основан на том, что в процессе употребления некоторые прилагательные наречия Могут терять основное значение Выступать лишь национальному селению Таких словосочетаниях объединяет два логических взаимоисключающих понятия Например Proud humidity Pleasantly ugly face Fully nice Terribly sorry Dreadfully tired Для статистического или комического эффекта часто используется оксюморон, в котором смешат слова из различных стилистических пластов Так Дон Жуане Влюбленный юноша, страдая морской болезнью, сопровождает криком о помощи и ругательственные территорические обращения к своей возлюбленной Юлия 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 My love For God's sake Let me have a glass And I look at your Russell Pедро Quicker Итак Итак, отого насколько точно Переводчик способен передать смысл экспрессивно-стиллических приемов Зависит от качества перевода оригинала. Контрольные вопросы. Как можно дифференцировать понятие стиля? Лингвистическую сущность стиля раскрывает следующее определение. Style is общественно-осознанное social meaning. Has social meaning. Общественно-осознанное функционально обусловленное внутри и объединенная совокупность приемов в отреплении в сфере общенародно-общенационального языка. Что такое стилистический прием? Это экспрессивное средство, сущность которого заключается в воспроизведении характерных черт пословиц в выражении какой-то обобщенной идеи. Выражение идеи обобщенной. Каким способом можно передать при переводе экспрессию? Метапфора. Аллесия, цитаты, крылаты выражения, пословицы и другие. Усв. Зэгма, аксюмара. Спасибо за просмотр. Ссылки, пишите комментарии, подписывайтесь, лайкайте, подписывайтесь. Усв. Увидео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok